Чароны и полный сюрпризов. В переднем вечере дал старт довольно известной и популярной акции «Ночи музеев». Каждый год до этой даты культурные установки всех стран рыхтуют что-то новое, особенное и креативное для наведленников. Чем удивляли в Гомеле, расскажет Ганна Корольчук. Уявите, что только один раз в год музеи не зачиняются по своим обычным раскладам, а пропонуют особую программу, многие подробности которой держали в сокрытии. Усё это деляночь музеев. Первыми запросила до себя Гамельчан картинная галерея Гавриила Вашченки. Международная акция прошла тут в формате Народного фестиваля мастерства. До этой идеи организаторов подшторгнула великая колькасть жадающих принять эту делу проекции «Я мастак, я так бачу». Арт-пикнику галереи объеднал прихильников самой розной творчасти. От выявленного мастерства дало заплетение и вышивки. Для дорослых и детей мастеры проводили бесплатные мастер-классы. Головная идея стала не только показать людям мастерство, але и долучить дэго, дать махчамость кожному проявить свои творчые здольности. Принимают участие все жители Гомельской области. Это и профессионалы, это и любители, это и взрослые, это и молодежь. То есть сегодня для всех нашлось место на нашей арт-площадке. Знаете, немножко цель этого проекта в этом году мы поменяли. Мы не стали развлекать, а мы решили приобщить к музею. Мы решили подтянуть в очаг культуры, в очаг музея. У выставочных залов гостей чекали разноплановые экспозиции. Например, мастерство Палеха и книжные иллюстрации Гюстава Дарея. Супроводжали вечер концерт гомельских городских оркестров и колледжу мастерства имя Соколовского. В этом году КНР отзначила свое 70-ти годы. Тому музей истории города Гомеля присвятил свою акцию культурой и традициям Китая и Беларуси. Гости увидели выставу фото с дымком Михаила Пяньевского «Подороже по Китаю». Описание до дымка узробила журналист Инесса Плескачевская, якая прожила в Китае 12 годов. Так само и она презентовала свою книгу про Сходнюю Украину. В культуре, мне кажется, не очень у нас много общего. Но вы знаете, что у нас есть общее – это любовь к семье. Мне кажется, что мы коллективисты так же, как китайцы в каком-то определенном смысле. Потому что когда мы жили в Китае, мы много об этом рассуждали, есть у нас что-то общее или нет. Потому что культура все-таки достаточно сильно отличается. Китайская намного-много старше просто. Но в характере что-то такое есть. Для наведывальников так само провели чайную церемонию и майстер-класс по каллиграфии. Потримала атмосферу и выступления Гомельской областной федерации УШУ. Белорусскую культуру в свою чергу представили город-майстро, показ одзенню национальных традициях и концерт этноколлективов. До речи у Першыню «Ночь музею» провели в Берлине в 1997 году. А сейчас у этой акции удельничают сотни музеев по всем свете. Только в Беларуси до ее долучилось больше за 50 установ. Акция «Ночь музею» протягивается и сегодня. С 16-ти годин гостей сустракают в филиале Ветковского музея. С 18-ти программу представляет музей Палацево-Паркового ансамбля. Ганна Коральчук, Павел Антонов, телерадио «Кампания Гомель».